Здравствуйте любители шашек! Сегодня рассмотрим дебют «Центральная партия». Дебют характеризуется ходами CD4-FG5, GF4-GF6, BC3-AG7, ход CB2. А B2 ходить нельзя, мы рассматривали это в дебютных ловушках, ссылка будет в описании. CB2-BC5 попросили рассмотреть этот вариант. Нападаем CD4, ведь они грозят комбинацией CD4-CB6. И тут рассмотрим первую ловушку. Нельзя меняться на B4. Из-за нападения BA3 защищают шашку и ходим HG3. Грозим связать правый фланг ходом HG4 и подорвать это поле. Если не дают этого, то попадается на удар по затылку и у белых лишняя шашка. Поэтому лучший ответ это закрываться CB6 и рассмотрим ход DC3. Лучше играть BC3 после размены назад, выводим отсталую шашку и интересная примерно равная позиция. После хода DC3 есть интересный план ходом DC7 с тактическими идеями. Теперь нельзя ходить CB4, вторая ловушка. Из-за удара до E5. Бьем на D6, на C3. Лишняя шашка. Отыгрывают. Ходим GF4 и на нападение меняемся. И получилось сильный рожон и с легкой победой у черных. Поэтому CB4 ходить нельзя. Можно пойти как HG3, так и FG3. На FG3 нападают. Также нельзя CB4 за той же идеей. GF2. И пора проводить комбинацию. Иначе на FG5 CB4, EF6, BA5, BA7, BC3 и мертвая связка. Ходить черным некуда. Поэтому нужно проводить комбинацию. BA5, DE5, B3. И у белых плохая позиция. Потому что две отсталые шашки застряли. A1 и H2. Их нужно выводить. GF4, FE7. И у белых единственный ход FE5. Все остальное проигрывает. Например, ED2 проигрывает из-за ED6. И позиция сковывается. Ходить уже скоро будет некуда. BC3, GA6. Если назад поменяются, то BA7. Сохраняем угрозу. Не даем ходить СД2, AB2. Но на CB2 просто AB4. На СД2 комбинация будет. AG3 и DE5. А если ходит ФЕ3, то AG3, FG5, GF2, GA6. Ставим дамку. Но если идут в дамки, то можно красиво выиграть. Ходом СД4. Куда бы ни побей, мы все равно побьем все эти шашки. Например, бьют на Е7. Тогда AB4 и бьем 3. Вот такая красивая идея СД4. Также проигрывает, мы рассмотрели ход ЕД2. Также проигрывает ход и BC3. После этого размена мы ходим ЕД6. Не даем выводить шашки. А на ФЕ3, GA6 и следующими ходами просто заберем шашку с тыла. Ходом АЖ3. Поэтому в этой позиции нужно играть только ФЕ5. Ходим БЦ7. Чтобы напасть на эту шашку. Можно, конечно, и поменяться ЕД6. Но уже будет хуже для черных. После размена мы ставим угрозу. Ну, самая простая ничья – это ЖФ6. Проводит такую комбинацию. БА3, FG5, АБ2, ЖФ4. Размен. Жертва шашки. И бегут в дамки. Какая идея? Хотим поставить дамку. Нападать и занять большую дорогу. Например, на ЖФ4 мы поставим на Е1. Самое проще. СД6 напали с тылу. И ушли на Ф8, чтобы напасть на большую дорогу. Поэтому размен ЕД6 не самый лучший. Лучше пойти в БЦ7 и нападать на эту шашку. Тогда Ж3. Забирают шашку. И если посмотреть базу партии, в основном все ходят ЖФ4. Размен на С3. СД6, ФЕ3. ЖФ6, СД4. ДЕ5. И тут самое главное не побить две. Если побить две, то уже черные выигрывают. АБ4, АЖ3. Если зайдут в любки, то ЖФ2 и нападаем. И следующим ходом нападем на Ж3 и заберем эту шашку. Поэтому нужно бить на Б6. И такая ничья. Жертвуют шашкой, нападают. Но можно ее отдать и ходить по двойнику. Шашка не проходит в дамке. И если будет выгонять, то мы займем большую дорогу. Но лучше играть БЦ3. Тут есть хотя бы одна ловушка за белых. Там-то вообще нету никаких ловушек. Только спасение на ничью. БЦ3. И получилась почти такая же позиция, только на один темп разница. Тут, конечно же, самые сильные ответы это жертва АБ4 и выход СД4. Но как показывает практика, с лишней шашкой выводят банально СД6, ЖФ4, ЖФ6. Проходим в дамки. АЖ7, ФЖ3, ФЕ3, ЖХ2. Ставим дамку. И выясняется, что ставить дамку черным уже нельзя. Тут есть сложная ничья. Это пожертвовать АБ4, пойти АЖ3. Ну, к примеру, ждем, чтобы дамку не поставили. Еще жертвуют две шашки. И уже такая ничья получается. Двумя дамками. А если поставить дамку, то они уже проиграют. Дамку ловим СБ4. И бьем именно на С7. И чтобы на эту шашку мы могли нападать с тылу. И с легкой победой. Вот, по крайней мере, есть такая ловушка. Но если играет уже опытный игрок, то, конечно, уже пожертвуют шашку АБ4. И выйдут по центру с угрозой. Надо же Ф4, ДЦ3, ФЕ3, ЖХ6. Ну, тут ФЕ5 надо играть. АЖ3. И тут много ничьи. Самая простая ничья, это ЕФ6. Ну, останавливает бесполезно. Вторая идет. Пройдут в дамки, мы поставим дамку. Легкая ничья. Если идут в дамки, то и мы идем в дамки. Ставят дамку мы на Ф8. И нападаем на шашку с тылу. И так же простая ничья равный энчпиль. Ну, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Шашки для всех. Этот вариант можно играть за оба цвета. И так же выводите на шашки для всех. Спасибо за внимание.